Всем доброе утро! Сегодня Гриша с утра в носочке нашел подарок. Я подарки варю. Можно посмотреть, что за подарок? Дед Мороз принес вот такую игрушку сборную, елочную. Так, давай смотреть инструкцию, что нужно сделать. Смотри, первое, что нужно сделать, нужно надавить на детальки, вот так вот их, и вынуть. Вот, вынимай шапочку. Это что такое? Пингвинчик, лапки? А, лапки, да, держи, лапки. Это тоже пингвинчик, ножки и носик. Клюв. Все, детали готовы. Теперь нам нужно собрать игрушку, и ее можно будет повесить на елочку. Давай смотреть инструкцию. Кстати, Кириллу Дед Мороз принес тигренка, вот такого, а Гриша снежка, вот такого. Теперь нужно собирать. Сначала нужно надеть шапочку, Гриша, давай шапочку. А, надо клеить, с помощью клея. А вот в комплекте и клей, и кисточка. Сейчас мы с тобой тогда возьмем вот такой коврик и будем клеить. Я открою, ты кисточкой помажешь вот здесь, хорошо? Только старайся, а это потом, убери лапки их потом. Клей руками, не трогай, хорошо? Макай кисточку туда. Макай, макай кисточку. Все, Маш, здесь все, Маш. Вот так, придерживай. Сейчас мы соберем игрушечку. И вот тут, Маш, вот здесь, и вот здесь, везде, Маш. Вот у тебя получается, и вот здесь тоже. Вот так, переверни, Маш. Отлично. И вот тут, смотри, еще. Теперь вот это все готово. Уберай кисточку вот сюда. Вот так. Теперь шапочку нужно приклеить вот сюда. Смотри, как на картинке. Видишь? Вот сюда шапочку. Вот сюда ему надо надеть на голову. Вот так. Не надо облизывать, ты чего? Готов? Вот так надо приклеить, давай. Ага, нажимай. Все, держи, держи, держи. Отпускай ручки, отпускай ручки. Все, сейчас шапочка приклеится. Ух ты, как здорово. Теперь надо носик сделать. Давай, носик, Маш, клеем. Сначала носик. Маш, готово. Все, клеи носик. Ой, носик. Давай, носик клею. Это тюка. Оп. Носик готов. Теперь спинку. Вот с этой стороны все, Маш, клеем. Отлично у тебя получается. Еще клея возьми. И ту сверху, и снизу. Отлично. Посоединяй. И немножко на животик нажимаем вот так. Вот. И он сейчас приклеится. Здорово. У тебя получилось. Ой. Стой, мы не то приклеили, Гриш. Нам нужна серединка. Ой. Мы не то намазали. Надо вот эту намазать. Вот так. Тебе вот эту надо клеить. Вот сюда давай. Давай сам. Давай сам ровненько ставь. Давай, 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 давай. Все опускаем. Получилось. Так. Теперь нужны руки. Переворачиваем. И вот сюда надо наклеить ручки. Вот это место. Вот. Сюда будет ручка крепиться. И вот это место. Вот это еще. Не, 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 не. Вот так вот. Вот, да, да, да. Есть. Готово. И вот это место тоже. Вот ручка. Хотя, может, руки не надо было клеить. Ну, ладно. Приклеивай. Аккуратненько. Двумя ручками давай. Ровно делай. Смотрите, какую игрушку сделал Гриша. Ручками шевелит вверх, вниз. Да, давай повесим. Тут специальное вот отверстие. Можем повесить на елочку. Будем вешать. Какой хорошенький. Выбирай место. Какая красота. Посмотрите, это же снежок. Спасибо Дедушке Морозу, надо сказать. Гриш, скажи спасибо Дедушке Морозу. За такую игрушку. Заезжала сейчас в магазин. Называется Рубль Бум. Не знаю, есть ли он в других городах. Но вообще показывают, что этот магазин. Я смотрела, он и в других городах тоже есть. В общем, там хорошие акции сейчас. Это мне подружка вчера подсказала. Она собирала подарок для учительницы. И положила туда светодиодную гирлянду. И вот такая гирлянда в Рубль Буме стоит 69 рублей. Здесь 20 ламп, 2 метра. По 69. А еще по 99 я нашла 5 метров 50 ламп. Вообще шикарная гирлянда. Я сейчас вам включу, покажу, как она работает. И как я ее буду собирать. Подарочный бокс я буду делать. Купила гель для душа. И шампунь. Это я скажу для чего? Для того, чтобы Гриша у нас с Кириллом делают пену. Для... Пену для... Скажите, для чего? Для ванной. Гела для пяти Мерселье. Это шампунь, но он тоже упадет для пены. Что-то он 80 рублей. Эти по 99 рублей. И вот этот 109 рублей, полмолив. По ароматам примерно посмотрела. Такие, чтобы приятные были. Отличная цена. И состав такой более-менее. Затем я была очень удивлена, что мыло стоит 29 рублей. Потому что я его брала по 55. Био-Мио. Я взяла сразу три упаковки. И взяла крем для рук. Вот такой маленький тоже взяла в подарок. Небольшой. Для подарочного бокса отлично подойдет. И затем заехала на рынок. Наконец-то мне повезло. Я встретила гуляш. Вообще отличное мясо. Мякоть. Прям супер. 450 рублей килограмм стоит. Я взяла килограмм. Килограмм, по-моему, 200 грамм. 600 рублей вышло. Ну, там, кило-200 с чем-то. Затем взяла вот такой кусочек. 350 рублей килограмм. Это на первое я буду варить. Вот и косточка, и мякоть. Буду варить щи. Борщ. Борщ и пока еще подумаю. И взяла зелень. Кстати, вы знали, что в зелени огромное количество витамина С. Больше, чем в лимоне. Вот поэтому зелень обязательно зимой и летом всегда едим. Обещала вам показать, как работает гирлянда. Сейчас найду батарейки в своем доме, которые не сели. Я покажу. Вот так светит гирлянда. Это в собранном виде. А вот так она выглядит в разобранном виде. Такую гирлянду можно елочку украсить, например, небольшую. Либо если елка большая, то можно сделать... Ну, вот, например, у нас. Она от сети работает, но это тоже светодиодная гирлянда. Покажу вам поближе. Вот они, видите? Если их несколько намотать, то получается вот такая гирлянда. Можно украсить растения. В общем, все как угодно. Создать новогоднюю композицию. Я буду использовать ее. Сейчас покажу как. Делаем подарочный бок. Сюда можно положить конфеты, чай, гель для душа, крем для рук, какую-то косметику. Все, что вы хотите подарить. Какой-то сладкий подарок собрать или чашку с новогодним декором. В общем, какие-то маленькие приятные сюрпризы положить. И добавить гирлянду. И затем мы это все дарим. Человек открывает. И видит вот такую красоту. Та-дам! Ну, я вот просто положила вам для примера, да? Вот свечка, крем для руки, для душа. Можно мандарины положить. Вот подружка у меня делала, Катя. Она сюда положила веточку елки. Настоящий тут еще аромат. Представляете? Елка, мандарины. И вот так все это красиво выглядит. А потом эту гирлянду может уже тот человек, кому вы дарите, использовать ее по назначению. Как он сам захочет. Мне кажется, классная идея. Поэтому я купила таких несколько гирлянд. И когда буду дарить... Ну, сначала закрою коробочку, да? Когда буду дарить, перед тем, как дарить, я включу гирлянду. И будет вот такая красота. Вот вам идеи новогодних подарков. Вот пока выключаем. А когда уже... Чтобы тарик не садится. А когда уже будем дарить, включим. Это будет очень приятно. Я так делала в том году. И очень неожиданно, когда вы открываете коробку, а там работает гирлянда, горит свет. Вообще очень атмосферно. Готовлю сейчас обед. Поставила на гарнир вариться гречку. Поставила уже бульон. Но готовить уже щи я буду завтра. Сегодня отварю бульон, а завтра буду готовить... Его готовить, в общем. Сегодня только будет бульон. И готовлю гуляш. У меня есть отличный рецепт вкусного гуляша. Мясо я уже обжарила. Сейчас вся вода у меня испарилась. И сейчас буду сюда отправлять лука. Лука я буду нарезать много. Наверное, даже не три луковицы, а еще почище. И еще, наверное, штучки четыре точно сюда добавлю. У нас шарики, кстати, висят с дня рождения Тебиной мамы. По-моему, время шариков закончилось. Снять тебе их? Давай аккуратненько сниму. Мы их приклеивали на двухсторонний скотч. Опа, аккуратненько держи. А можно еще вот пончик? Можно, конечно, можно. А, пончик вон у нас вот висит на ниточке. Сейчас снимем. Держи пончик. Лиша решил себе сделать атмосферу праздника. Майку, кстати, уже переодели, потому что он ее залил водой. Вот это у тебя шариков. Гуляш готов. Получается очень вкусный, нежный. А в этот раз я мясо сделала достаточно крупно. У меня получилось, как, наверное, не гуляш, а как это называется. Забыла еще блюдо. Тоже из мяса азу, наверное, или рагу. Очень вкусный гуляш. Обязательно рецепт оставлю в описании. Он есть на моем кулинарном канале. У нас на улице настоящая зима. Минус 20, мороз. А еще Артем помыл машину. Она теперь суперчистая. Но самое главное, чтобы нигде дверца не прилипла, резинка. Ну, в такую погоду, он говорит, и надо мыть машину. Вот сейчас минус 17, а ночью было еще холоднее. До минус 25 по области. Так что у нас сибирские морозы. Ну что, можно поздравить всех мам, пап, учеников, чьи дети учатся в школе. Конец второй четверти, конец полугодия. Я вас поздравляю. Мы большие молодцы, я считаю. Ну, как, я думаю, все родители поддерживают своих детей, помогают ему с домашкой. Ну, в целом, помогают своим детям. Вот. Ура! У нас тоже каникулы начинаются. И мы сегодня едем по делам нашего автомобиля. Нужно поменять масло. Что-то там с фарами надо сделать. Вот еще у меня ветрились губы, они ужасно красные. У меня, если сильный мороз на улице, как я сказала, у нас ратые морозы, то у меня сразу же обветриваются губы. У меня все детства были красные губы, когда я красила их помадой. Но на самом деле я вообще ничего не делала, просто они красные. Она намазала их мазью. И вот так вот. Не успела даже накраситься. Артем, поехали быстрее, быстрее, быстрее. Мы уже опаздываем. Подвесе у меня без макияжа, с красными губищами. Вот так вот. Все, масло поменяли. Фары подкрутили. Едем в Тау-галерею. Я, кстати, везу Юле небольшой подарочек. Надеюсь, она сегодня работает. Сейчас буду поздравлять ее с наступающим Новым Годом. А можно я пойду оттуда? Конечно, можно. Пока мини-зончик вверх не сняли, куртку тоже я сняла. Гриша идет в таком, в теплом. Тут в парковке, кстати, тепло. Но шапку на всякий случай мы не стали снимать. Сейчас здесь сквозняк будет. Я вот приготовила бутылочку просека, масленку, хлопушки, носочки и коробочку конфет. Кстати, коробочка, вытащи, я покажу вот эту коробочку. Выглядит как... Сейчас покажу. Как цветок. Упакована как цветочка, как розочка. Ты примешь эту розу с бутылочкой просеку? У нас, кстати, сейчас уже вход в торговый центр и не нужны, керка, да? В некоторых магазинах спрашивают. Внутри самих магазинах, а в некоторых не спрашивают. Так, меряем ботиночки. Они не белые, а молочные. Может, белые там вообще есть полностью? Такой цвет, он не белый, а какой-то. Так, и вторые ботиночки. Нет, тут это мне больше нравится даже, чем высокие. Голосок первые, вторые. Цвет тут ничего не видно. Мне нравится, удобно. Эти повыше. Я мерила до этого пониже. Мы еще про эти думаем. Дай покажу. Конверсы. Но они как раз на весну будут. Так-то вообще. Для Гришина разберочек. В итоге я взяла вот эти. Очень они мне нравятся. Мне теперь нужен светлый костюм. Пойдем, хочу пижаму себе посмотреть. Мы уже в H&M. Кто? Не знаю, я не пойму. Ну, кстати, ничего такая. Это L-ка, М-ки нету. Теплая? Ну, да, кстати, нормально. Под ботиночки. Ну, мне кажется, она какая-то мне эта. Ну, что, вроде так. И горлышко закрыто. Не знаю. Для таких холодов, как сейчас, мне кажется, норм. Для холодов купила себе ботинки. Для холодов. Заметили, да? Вот такие короткие. С высокими носочками. Ну, что, как курточка. Не знаю я. Теплая рубашечка. Для Сочи. Ну, что, кстати, тоже такая. Больше всего нравится Артему. Ну, а что смотрится у нас? И так не сильно теплая, но тоже время тепленькая. Все, теперь моя вещь пополняется гардероб белыми. Вещаем купили. Все началось с ботинок. Белые ботинки и понеслось. Базу, базу, базу. Все, берем. Мне, кстати, накрасилось. Я заходила в рыбушку. Юля, она мне подкрасила. Купила косметики. Подарочков мне надоело. Я вам покажу супер палетку. Я теперь буду скульптурироваться. Отправляемся в примерочную. Вот, еще немножечко у меня в руках. Показывай, куда ехать. Вон, примерочная. Вон туда. Чуть-чуть вещей взяли померить. Совсем немножко. Идем, идем. Отправляемся. Ну, под куртку сначала. Куртку, да. Можно померить шапочку. Все, едем мерить. Начнем вот с этого свитера. Косичку. Вот такое освещение. Здесь вообще ничего не видно. Ну, какой-то он очень-очень большой. Очень плохое освещение. Слушай, Юль, ты меня так накрасила. Прям. Мы с ней палеточку выбрали. Ну, что с этим свитером? Что, не видно вообще? Абсолютно. Я про саму фасон, про модель спрашиваю. Как его стирать вообще не просто. Ну, хотя, в принципе, норм. Так-то он. А вот он, кстати, вот по цвету отлично подходит, да? Да, нормальная емка, отлично. Тут хорошо можно и погулять, и вообще мне нравится. С кроссовками, да? Джинсы еще выбрали. Костюмчик для дома и для поезда. А талию надо срочно подтянуть. Ничего, он так вроде удлиняет даже, да? Артем выбрал расцветку. Ничего, мне нравится, кстати. Тут на замочке. Я в нем еще не совсем и толстая. Ну, толстая, но не совсем. Футболочку просто подлиннее. Блин, ничего не видно. Люди в белом. Ой, они еще и длинные какие-то, да? И штаны не было поменьше штанов. А вообще мне нравится белый цвет. Красивый костюм. Папа! Я встал. Папа, а ты встал? Пижама для дома. Размеров не было штанов М-ки. Штаны Элька. Мне нравятся, конечно, классные. А вверх М-ка рубашка. Она такая шелковая, такая приятная к телу. Не представляете. Голубая точно нет. Давай вот эту еще раз. Эту нет. Вот эту. А вот это какая-то голубо-серая. Вот это вот нормальный цвет. Немножечко мы закупились. Совсем чуть-чуть. Все, паркуемся? Тихонечко, посмотри, там наших вещей не осталось. Все, молодец. Все, молодец. Ну что там? Тихонечко ударился немножко тележкой. Гриша парковал. Тележкой об нос. Или куда он там? Об губу. Все, оплачиваем морковку. И едем домой. Наши покупочки. Это мусор. Сюда бумагу, сюда пластик. А сюда другие отходы. И Гриша тоже с подарочками. Эту-то пластик надо кидать. Сюда бумажки. Мы приехали голодные. Никуда не заходили. Никуда не ели. И по дороге заказали доставку в нашем любимом лемон-баре. Спасибо огромное. Этому кафе нас выручает каждый раз. Привезли. Все горячее, вкусное. Сейчас будем обедать. Наверное, обедать или уже ужинать. Потому что время уже 5 часов. Без 15.5. Так, это дети мне взяла две пиццы из детского меню. Сырная пицца. Без всего. Называется Рокфор. Заказали ролл. Как называется Филадельфия. Мега ролл с огурцом. Королевский. Этот ролл идет в подарок. Если на 1000 рублей заказывать, этот ролл идет в подарок при доставке. А это положили к борщу. Сало, чесночок, хлеб, горчичку. Я себе том-ям взяла, а Артем борщ взял. Да, вот еще. Хоть туда. Палочки вот здесь положили. Вот, бери палочки. Соус, палочки. Тут все. Садись кушать на стол. Клади. Борщик вкусный. Вкуснейший том-ям. Сейчас мы это погреем. Хотя, в принципе, может быть, и не надо греть. Борщ, кстати, очень вкусный. Я все-таки решила немножко подогреть. Юля передала подарок детям. Спасибо большое тебе, Юлечка. Я знаю, что рассмотрит мои видео. Начала смотреть. Пенку купила. Подарила нам. Два в одном. Вот такую. Это Кириллу и Грише подарки. Это у нас шампунь-гель два в одном. Шоколадки сладкие, вкусные. Риттер Спорт. И бомбочки для ванной. Ммм, как приятно пахнут. Супер. Артем на меня ругается, что я надела толстовку вот эту новую с этими новыми ботинками зимними. Вот. Я на самом деле хотела закончить влог. Сказать, что мы сегодня много всего накупили. И вам завтра покажу все покупки. Обязательно в завтрашнем влоге. Но вот часть хотела показать. Сейчас эта толстовка. Она, кстати, тепленькая. Ну, не сильно с начесом, но такая приятная. Как это? Флиз, наверное, называется. И вот эти вот. Теперь просто моя любовь. Вот эти ботиночки. В них не гулять, сразу скажу. Это просто чисто до машины дойти. До машины. И потом до дома, до магазина. Но они очень теплые. Они такие комфортные. Они такие удобные. Обалденные. Причем они стоили со скидкой 4. Они были со скидкой. Стоили 4. 4,500, по-моему, что-то около того. Нет, 5. Сейчас расскажу 3. 5,500 они стоили. Они стоили дороже. Цена со скидкой. Хорошо. Цена была со скидкой 5,500. У меня был подарочный сертификат. Мне подружка Катя подарила сертификат в рандеву на 3,000. Я добавила сертификат. В итоге я заплатила 2,500 всего лишь. Я думала, что они, конечно, будут намного дороже. Но они обалденные. Красивые, модные, стильные. Для Сочи вообще будет просто идеально. Они нереально удобные. Я в них проходила. Не труд. Вообще 39 размер я себе выбрала. Прям просто пушка. И они сверху кожаные. Они не будут пачкаться сильно. В общем, я довольна. В инстаграме мне уже написали. Вау, вау, какие ботиночки. Не смогла ни поделиться, ни заценить, ни сделать фоточку. Ну и, конечно же, свитшот. Мне кажется, максимально тоже удобная толстовочка. Артем на меня ругается. Говорит, не надевай вот эти вот ботинки с этой толстовкой. Сюда нужны кроссовки. Вот. Кроссовки я с собой. Хорошо разбирай. Кроссовки я с собой в Сочи тоже возьму. И вот эти ботиночки тоже возьму. Наверное, возьму с собой вот эти черные. Но это позже я вам покажу. Соберу какие-нибудь луки и с вами тоже поделюсь. Все. Всем на завтрак. Это был прекрасный день. Мы пойдем все. Нужно отдыхать, собираться спать. Набираться сил. Вот. Всем на завтра. Всем спасибо. И всем пока-пока. Купаться, чистить зубы и спать. И еще. Что? И еще. И еще покупки. Все, да. Пойдем разбирать покупки. Завтра все покажем. Все наши покупочки. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok